Это большой вечер на Ньюсуан. Наш прямой эфир продолжается, как я и обещал, как и анонсировали. Народный депутат Украины и глава полицовета партии «За життя» Евгений Мураев в студии. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как ваше настроение в конце рабочей недели? Вы с улыбкой на лице. Ну сейчас, если мне принесут письма, которые я попросил, я повеселю, наверное, и всю студию. Принесут? А что за письма? Или пока держите интригу? Если можно. Дайте мне, пожалуйста. Да, пожалуйста, конечно. Дорогие друзья, чего я улыбаюсь. Заметьте, мы вчера, вернее, редакция телеканала. А можно крупно взять? Да, конечно, ребят. А, пожалуйста, крупнее можно вот эти письма показать? Сейчас покажут, Евгений, вы рассказываете. Смотрите, да, видно, что это пятый канал. Ну, смешно, конечно, что написано, что это первый украинский информационный. Он давно не первый, наверное, один из самых маленьких в рейтинге телеканалов. Мы получили вот такое письмо. Оно пришло от пятого телеканала улицы Электриков, 26, город Киев, Украина. О чем говорит это письмо? У телеканала Ньюс Ван есть несколько лицензий. Одна из них для вещания по спутниковому телевидению. Кабельные операторы нас транслируют. И у нас была эфирная цифровая лицензия, которой мы вещали на Киев и Киевскую область. Вот этим письмом пятый канал разрывает в одностороннем порядке договор с телеканалом Ньюс Ван. Это по поводу нечуванной свободы слова. Я думаю, ни для кого не секрет, что пятый канал принадлежит президенту. Хочу напомнить, что по Киевской области и по городу Киеву телеканал Ньюс Ван по рейтингу и по доле телесмотрения в 10 раз выше, чем пятый телеканал. Следующий информационный, который следует за нами, это телеканал 112. Наш рейтинг и доля за последний год больше в полтора раза. То есть выключать его никакой экономической и другой целесообразности нет. Решение политическое. Ну а о свободе слова догадывайтесь сами. Ну, чтобы телезрители понимали, почему пятый канал может в принципе отключать Ньюс Ван. Речь о компании, которая имеет того же собственника фактически и присылает конверты. Присылают они это на бланке пятого телеканала и на конверте фирменном пятого телеканала. Я надеюсь, они просто решили выслужиться перед президентом. У нас еще есть месяц до осуществления этого действия. Я надеюсь, он передумает. Я еще скажу от себя, что наши телезрители регулярно пишут и звонят нам. Я получаю вот и в личку сообщения в фейсбуке о том, что пропадают сигналы, где видеосигнал, где звуковой сигнал. Я попрошу вас и дальше нам об этом сообщать, потому что мы вместе с техническим департаментом пытаемся на это реагировать. И как-то то, что от нас зависит, делать, чтобы вы могли продолжать нас смотреть. Но это вот такое короткое отвлечение от информационной повестки дня страны. Но касается это непосредственно судьбы нашего телеканала. Евгений Мураев в студии к вопросам национального масштаба. Начнем традиционно с дайджеста о главных событиях текущей недели в возложении нашей редакции коротко. Внимание на экран. Продолжение следует... Ну и начнем с такого кадровая неделя в Верховной Раде. Народные депутаты проголосовали за нового главу Нацбанка, руководителя счетной палаты и омбудсмена. Теперь во главе главного финансового регулятора Яхов Смолий. Его кандидатуру поддержали 247 парламентариев. Таким образом, народные избранники окончательно распрощались с Валерией Гонтревой после 9 месяцев отпуска. Она пришла в Раду, чтобы отчитаться перед депутатами о проделанной работе. Бывший глава Нацбанка уверенно все возложенные на нее задачи выполнила. Слушаем. Я пришла к Национальному банку для проведения реформ. Поэтому, когда все реформи, которые негайно потребовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной. И в квитне прошлого года я подала президенту официальную заяву про представку за собственным желанием. И с 11 травня 2017 года я уже не работаю в Национальному банку. А тем временем в Нацбанке уже определились дальнейшие стратегии работы среди приоритетных целей низкая инфляция, стабильная и прозрачная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финсектора, свободное движение капитала и финансовая инклюзия. Сам Национальный банк планирует сделать себя более открытым, независимым и эффективным. Это вот стратегия, такие тяжелые термины финансовые, Евгений. Ну а вы сейчас нам на простом и понятном языке объясните, пожалуйста, что реально будет значить для страны, для экономики, для банковского сектора отставка Гонтревой и назначение Смолья. Ну, к отставке Гонтревой партия, в частности, вы приложили руку частично. Да, наверное, ни одна политическая партия не боролась с этим субъектом украинской политики так сильно, как мы. Почему добивались этого? Не вопрос в персоналии, вопрос функционалия. За что отвечает НБУ Украины? В первую очередь, это регулятор банковской системы. Они отвечают за стабильность национальной валюты. В принципе, они отвечают за стабильность макропоказателей, которые определяют экономический климат в стране. И, естественно, они отслеживают все транзакции. То бишь, они являются тем инструментом, который мог остановить отток капитала, в том числе и коррупционного капитала, который уходил в офшоры. Гонтарева. Вообще уникальный человек. Знаете, я думал, она уйдет из зала в наручниках, а она ушла с цветами. И ее поздравляли, я так и не понял, а с чем поздравлять человека? Единогласно 350 человек, 342, если я не ошибаюсь, память не подводят. Два только воздержались, остальные все проголосовали за ее отставку. То есть, при этом бравурные речи о реформах, знаете, у меня в последнее время реформы, это слово не хочется употреблять, потому что они у меня с разрушением ассоциируются. Из 180 банков, которые работали на территории Украины на момент ее прихода, в стране осталось ровно половина. При этом многие вкладчики и заемщики так и не получили своих средств. И государственный фонд гарантирования вкладов, да, не выполнил свою функцию. Гривна девальвировала в трое. Инфляция за эти годы постмайданной власти составила 90%. То есть, это должно было останавливать и регулировать именно НБУ. Поэтому то, что она ушла, я считаю, это, знаете, полпобеды или первого победы. Касательно назначения Смолия. Ну, честно скажу, мы общались во время круглых столов, которые проходили в ОП, во время наших митингов, когда вырабатывали дорожную карту по принятию законопроекта. Вы даже некоторые банки начали выплачивать и четвертой очереди деньги. Но не всем. Вот тогда познакомились со Смольем. Весьма адекватный специалист. Но вопрос, насколько он будет самостоятельным. Во-первых, он уже почти год, 10 месяцев, восполняет обязанности главы Национального банка. Что-то в нашей жизни изменилось? Изменилось. Прогнозный показатель инфляции не выполним. То есть, вернее, инфляция выше на 5%, чем прогнозировала НБУ. Учетная ставка НБУ, то есть, это условно процент, за который НБУ продает деньги банкам коммерческим, а те кредитуют, выросла на 4%. То есть, наша экономика стала для внутреннего потребителя, который нуждается в деньгах, для бизнеса, менее конкурентноспособной и лояльной. То есть, бизнес от этого только пострадал. Каждый гражданин ощутил на себе снижение уровня жизни, потому что инфляционные процессы съели даже то минимальное повышение зарплаты пенсии, о котором так бравурно постоянно докладывает премьер-министр. Яков Смолей уже был исполняющим обязанности. 10 месяцев. Немногим ранее был в студии Виктор Балога, ваш коллега по парламенту, и он сказал, что чиновник, который находится в ранге исполняющего обязанности, под большим давлением. И когда Смолья назначили, он может проявить независимость в своей деятельности. Это возможно? Это реально? Что после того, как его поставили, что-то изменится? Смотрите, чтобы назначить главу Национального банка Украины, необходимо, чтобы президент Украины внес соответствующее предложение в парламент, и за него проголосовало большинство депутатов, то есть провластная коалиция. Что сейчас и произошло? Кто его уволить может? Также президент. Скажите, он может быть независимым? Он может быть независимым от коалиционных хотелок? Не может. Потому что они будут голосовать за его снятие. И могут, кстати, инициировать эту процедуру. Может ли он быть независимым от президента? Нет. Скажите, а куда делась Рожкова? Ведь уже скандал, и уже год идет расследование по пленкам Рожковой, которое ни к чему не пришло. Команда Гонпри остается, да. Я хочу напомнить. Помните флешку с ее переговорами, с преференцией отдельным коммерческим банком, способствованию Банком Российской Федерации, работе на территории Украины, подтасовки информации для Международного валютного фонда? Месяц после того, как я передал флешку во все наши правоохранительные органы, не было никакой реакции. Но мы через суд заставили их вести это дело в ЕРДР. И вы думаете, что-то изменилось? Идет следствие. Идет следствие Порошковой, и идет следствие по мне, как человеке, который устроил незаконное прослушивание зама Национального банка Украины. Друзья мои, ничего не изменится. Стабилизация финансовой системы, ну, я в нее не верю. Потому что, во-первых, нельзя все валить на главу НБУ. Я считаю, глава НБУ в первую очередь должен быть ключевым свидетелем по коррупционным деньгам, которые выводили в виде рефинансирования и в виде оттока капитала, которые ушли за границу. А еще очень важно, какие экономические процессы в стране еще. Очень многое зависит от премьера и от кабинета министров, от их слаженной работы, от того, какие макропоказатели формирует сама экономика. Я пессимистичен в этом прогнозе, честно скажу. То есть тут надо не персоналии менять, а, во-первых, принцип выбора главы Национального банка. Я считаю, что в первую очередь здесь должен участвовать бизнес, финансовые учреждения, и они должны выбирать равноудаленного человека от всех политических сил. А это возможно, учитывая то, что, судя по всему, Международный валютный фонд принимал участие, ну, скажем так, в подборе кандидата и, вероятнее всего, советовался и глава государства с представителями фонда, когда, ну, предлагал кандидатуру Смолия, чтобы это была фигура равноудаленная от всех политсил. Тигран, вас не смущает вообще постановка вопроса, что финансовый институт не нашей страны принимает участие в суверенных, то есть в внутренних делах государства. Это называется внешнее управление. И никак по-другому это трактовать нельзя. Я считаю, что если Украина хочет быть сильной, а я очень хочу, чтобы она была сильной, она должна быть действительно независимой. У нас под словом независимость, все горе-патриоты подразумевают независимость от России. При этом зависимость от Соединенных Штатов воспринимают как что-то должное. Вот мы должны независеть абсолютно от всех. И никакой финансовый институт диктовать нам внутреннюю, внешнюю политику не должен. Потому что тогда мы живем интересами этого института, его бенефициаров, хозяев, собственников. Но в большей мере это Соединенные Штаты. Я считаю, что надо жить нашими интересами. Поэтому выбирать и менять нужна система. Нужна конституционная реформа, нужен закон об оппозиции. Мы сейчас наверняка будем говорить о счетной палате. Это вот те два других кадровых решения, которые были приняты в четверг. Омбудсмэры назначили у полноводчинного Верховной Рады по правам человека и руководство счетной палаты. Вот почему я говорю о законе об оппозиции. Контрольные функции не могут принадлежать власти. Вы можете себе представить, чтобы власть сама себя контролировала и наказывала. Но кто в это верит? Контрольные функции должны принадлежать исключительно оппозиции. Не важно, какая это политическая партия. Если ты не ходишь в коалицию, значит вот оставшиеся депутаты должны формировать контроль. Контроль в первую очередь, чем занимается счетная палата? Контролем расходования бюджетных денег. Вдумайтесь, кто у нас выделяет деньги? Кабинет министров, правильно? Они делают проект бюджета. Дальше есть исполнительная вертикаль президентская, да, в виде администрации, которые являются главными финансовыми распорядителями денег в областях, в районах и так далее. То есть они выделяют, они расходуют, и они потом контролируют себя же, не украл ли кто-то что-то. Вот вы верите, что они будут находить нарушения? Если бы, допустим, расчетная палата принадлежала там, не важно, партии за життя, оппозиционному блоку, или там батькивщине, вы же понимаете, что мы бы нашли везде все откаты и по стене, и по всем другим громким проектам власти, о которых все говорят о коррупции, но никто не сидит, никто не наказан, и ни копейки в бюджет, самое главное, не вернулось. Ну и точно так же с омбудсменом, уполномоченный парламент по правам человека должен следить за тем, чтобы эти права не нарушались, в том числе и государством. А если это представитель народного фронта, то есть коалиции, это та же партия, что и у министра юстиции, министра внутренних дел и главы пенитенциарной службы, исполняющего обязанности, то тут тоже вопрос открыт. Поразительно, что фактически из парламентских оппозиционных фракций, никто этому особенно не возмутился. Ну так, чтобы серьезно, да, там блокирование трибуны случилось, какие-то акции протеста начались, ну, поговорили в кулуарах, и на этом закончилось. Тигран, я обычно вежливый человек, и не отвечаю вопросом на вопрос, скажите, а кого вы считаете в парламенте оппозиции? Ну, те, кто декларирует себя оппозицией, ну, там четыре оппозиционные фракции. Вот смотрите, декларации и реальное поведение, да, это две разные вещи. Когда Лешков кричит, что он оппозиция и поддерживает бюджет, который поставил на колени половину, я улыбаюсь. Когда оппозиционный блок говорит, что он оппозиционный, а полностью сдал вертикаль судебную в руки президенту, я тоже начинаю улыбаться. Реальная оппозиция в парламенте, извините, я и Рабинович Шуфович, больше никого нет. И не потому, что мы вот такие, да, потому что мы, на самом деле, предлагаем альтернативный вектор движения государства и его устройства. Та же Тимошенко, которая оппозиционна, но она оппозиционна к персоналии президента. Вот ей не нравится Порошенко, мне он тоже не нравится. Но что, она предлагает что-то другое? Нет, тот же вектор ущербный в сторону Евросоюза, где нас никто не ждет. И нам открыто об этом говорят чиновники. блокаду торговли с привычными рынками. Ну так мы уже живем в этой блокаде 4 года, и каждый ощутил на себе потерю рынков. Все войны в мире всегда были за рынки. И любой мне сейчас поддержит, любой бизнесмен, предприниматель, можно произвести любой товар. Вопрос, куда ты его продашь? Где есть ниша, куда этот товар реализовать? С этого все начинается. А мы отказываемся от рынков и просто отмахиваемся от этого. Поэтому оппозиции нет. Теперь касательно функционала Денисовой. Я не буду переходить на личности, не это важно. Что должен делать омбудсмен? Ну это представитель по защите прав человека. То есть он должен вас защищать. От кого? Ну в первую очередь от власти, от государства. Вы должны быть защищены от действия или бездействия. Нацполиция, от неправомерных судов, от активистов и так далее, и тому подобное. Но скажите, бывает пчелы против меда. Вот если Денисова представитель народного фронта, а народный фронт имеет МВД, как вы правильно сказали, Минюст и прочие министерства, то будет ли она действительно защищать права человека или будет покрывать преступления своих однопартийцев? Вот вам простые ответы на вопросы. Просто коалиция очередной раз, вернее, блок Петра Порошенко и народный фронт поделили портфель. Самое замечательное, что Пацкан, который возглавил счетную палату, он представитель УДАРа. И все разговоры о том, что УДАР там имеет какой-то конфликт с БПП, после этого голосования говорит об обратном. У них есть интересы, и они торгуются за распределение власти в стране. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что за все безобразие, которое происходит, и должны они отвечать. Теперь касательно возмущения оппозиции. Может оно быть или нет? Первый раз в истории парламентаризма Украины оппозиционные партии не получили ни одного комитета. Комитета. Я уже не говорю портфелей в правительстве, в кабинете министров. Ни одного комитета. Это говорит о многом. Первый раз наплевали постмайданные политики на то, что в стране должна быть демократия и баланс какой-то власти. Нет их на сегодня. Поэтому удивляться принятым решением было невозможно. Но зато коалиция все-таки показала, что они умеют договариваться. Пакетно, непакетно, ожидая друг от друга подлостей. Ну вот, мы увидели количество голосов. Мы показали, что они есть, потому что разговоров было много, и эти консультации продолжались очень долго. И сейчас члены большинства говорят, ну вот смотрите, даже кадровые решения мы можем принимать. То есть коалиция есть в Верховной Раде. Коалиции в Верховной Раде, де юре, не существует. И если я не ошибаюсь, издание «Страна» проводила, она каждому депутату направила запрос, является ли он членом коалиции или нет. И они, по-моему, получили 224 человека, которые подтвердили. То есть меньшинство. Но даже отсутствие коалиции, понятно, да, не является той нормой, при которой президент обязан распустить парламент. Это его право. Я могу сказать, что наши товарищи, да, в том числе группы сателлитов, я сейчас могу сказать, ведроджения, да, там, группа, ведроджения, ведроджения, воля народа, и группа мажоритарщиков, да, которые подголосовывают власти, они обеспечивают проекты, которые лоббируют либо финансовые интересы финансово-промышленных групп, либо лоббируют интересы заокеанских хозяев, плюс европейцев. Для того, чтобы нравиться. Ну, Анищенко об этом очень ярко рассказывал, да, какими чемоданами возят деньги тем, кто поддерживает законопроекты власти. Вы о рынках сбыта сказали. Я хочу нашим телезрителям донести, что мы еще подробно сегодня поговорим об инициативе правительства расторгнуть экономические отношения с Российской Федерацией и их прекратить, но об этом немногим позднее. Сейчас послушаем телезрителей много телефонных звонков. Наш номер телефона 0800 20 50 20. Он на экране. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь и говорите. Здравствуйте, Теган. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я Анна Петровна, город Марганец, Мепропетровская область. Я очень люблю ваш канал. Не переживайте. За вас больше половины Украины. Я думаю, с первого дня, вот до сегодняшнего. Особенно пана Евгения, я всегда смотрю. Спасибо, Анна Петровна, большое спасибо вам за поддержку. Вы уже ответили на мой. Я хотела начать с того, почему отпустили вонторгу. Я думала, она уйдет тоже в наручниках. Что на нее сейчас подойдут к ней охрана или полиция, оденут наручники, ее будет ждать транспорт, и ее увезут в прокуратуру. Но она хлопала в ладоши, так легко ее отпустили. Она кричала, дед, дед, объясните, я пенсионер, мне 71 год. У меня такие достойные дети, внуки. И мы все вместе собираемся это обсуждать. Да, Анна Петровна, большое спасибо. Как нам детство, как нам жить, какая инфляция. У меня дети врачи, учителя, артисты. Я уже бабушка, уже прабабушка. Анна Петровна, большое спасибо, эмоции ваши прекрасно понимаем. Только я попрошу вас, близко к сердцу не принимайте. Давайте будем оптимистами и верить, и надеяться на лучшее. Анна Петровна, я вам в первую очередь благодарен за поддержку. Второе, я неоднократно говорил и еще расскажу. Представители этой власти будут отвечать за все свои преступления, начиная от сдачи Крыма, 2 мая в Одессе, Дебальцево, Иловайска, конфликта на Донбассе, за Гонтареву, за все финансовые коррупционные преступления только после смены власти. Естественно, они сами себя судить не будут. Вся судебная система сейчас принадлежит президенту Украины. Он в ручном режиме назначает, снимает судей. Создает, расформировывает суды. Прокурор, мы знаем, что это семья кумовей, и прекрасно понимаем, что это соратник по борьбе. Но будет он что-то расследовать в адрес своих товарищей? Не будет. Служба безопасности, тоже квота президента. Министр МВД, партнер по коалиции. Поэтому у нас нет никаких ответов, в том числе и то, что они считали делом чести, это убийство на Майдане и так далее, и тому подобное. Ответов нет, потому что власть сама себя не посадит. А Гонтарева ключевой свидетель по всем финансовым преступлениям и коррупционным. Потому что деньги в Украине никто не хранит. Они их выводят в офшоры, на подконтрольные себе, компании. И Национальный банк Украины знает и отслеживает каждую транзакцию. Поэтому ее с удовольствием сейчас отпустили. Я думаю, чтобы она покинула территорию Украины. И так же, как и Рейско, наш бывший министр финансов, возможно, уедет в Пуэрто-Рико, которая уже объявила дефолт после того, как она там стала министром финансов. Кстати, документ, который она подписала, и за который проголосовали почти все политические партии, который называется о реструктуризации задолженности кредита в МВФ, 3 миллиарда нам отсрочили в выплате, но мы за эти 3 миллиарда можем заплатить больше 40. За отсрочку, а не за прощение. Вот за это тоже надо будет судить, садиться и разбираться, и переписывать эти договора с МВФ. А если нет, то идти по исландскому сценарию, проводить референдум, и не платить те кредиты, которые через офшоры утекли на счета наших политиков. Сдав нашу страну под внешнее управление МВФ. Поэтому они теперь нам рассказывают, какие реформы принимать. Теперь говорят, что пенсионная реформа не очень хорошая. Надо пожестче, погеноцидисте, чтобы меньше пенсионеров осталось. Чтобы их не кормить, посмотрите требования в обмен на следующий транш в 1 миллиард. Там, среди прочего, речь и о повышении цены на газ идет, но о сотрудничестве с нашими партнерами экономическими. Там много пунктов. Много пунктов, и все пункты будут отбрасывать экономические потенциалы Украины еще на десятки лет назад. Добрый вечер. Представьтесь и говорите. Прошу вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Харьков. Да, Владимир, слушаю. Здравствуйте, Владимир. Ну, прежде всего хочу сказать, что я с большой симпатией отношусь к господину Мураеву, его соратнику, господину Рубиновичу, поскольку, с моей точки зрения, это один из многих адекватных политиков в нашей сегодняшней стране. К сожалению. Вопрос, Владимир, да. Вопрос. Ну, вот, главный, я думаю, из главных вопросов в Украине, это вопрос экономический. Как поднимем экономику. Вот Украина в этом отношении, с точки зрения, не самодостаточная страна. И внешней помощи не получит. Кто нам может помочь? Европа, Аферика и Россия. Но американцы, им наша экономика не нужна. Они смотрят на Украину, как на болевую точку для отражения России, не более того. Вот земельку в нашу они прикупили, чтобы сделать из Украины великую аграрную державу, с населением 10 миллионов. Хорошо ли для Украины, это вопрос отдельный. Вот давайте на этот вопрос Евгений Мураев и ответит. Большое спасибо, Владимир, за звонок. Спасибо за звонок, поддержку. Я вам могу сказать, что адекватных людей много. И я вижу их, когда езжу по регионам. Причем, знаете, как ошибочно считать, что нас поддерживают только на Юго-Востоке. Мы с Червоненко были на Новый год в районе Буковели. И я вам могу сказать, что очень много людей, которые разделяют наши взгляды, которые поддерживают, и которые, я думаю, адекватно смотрят на видео. Это все вещи, несмотря на всю ту пропаганду и те мифы, которые постоянно озвучивает власть. Касательно, можем ли мы обойтись без внешней помощи. А кто сказал, что нам нужно помогать? Нам в первую очередь нужно не мешать. Нам нужно создавать условия внутри. Смотрите, когда Гонтарева разрушила банковскую систему, порядка 30-40 миллиардов долларов граждане нашей Украины забрали из банков, опасаясь, что они будут следующими. Это актив, безусловный актив. Чтобы он вернулся назад в экономику, в банковскую систему, а потом через кредиты в реальный сектор экономики, нужно создавать условия. Чего мы боимся? Мы боимся нестабильности, в первую очередь, национальной валюты. Потому что как бы там ни было, и как бы ни рассказывали, все пересчитывают на доллары, да, и видят, что если девальвируют, все переживают за свои депозиты. То есть надо гарантировать в любом случае финансовые, я имею в виду, валютные риски, если национальная валюта будет колебаться дальше прогнозируемого коридора. Второе. Должно быть стопроцентное гарантирование вкладов. Должна быть нулевая декларация, которую заговорил Порошенко неожиданно на встрече с бизнесом. Мне, конечно, удивительно, что президент делает на встрече с бизнесменами, ведь это не его парафия, это парафия премьер-министра. Но это говорит о том, что началась избирательная кампания. Он там сказал о том, что надо наконец-то говорить о нулевой декларации. Я зарегистрировал эти законы еще в мае прошлого года. Два законопроекта. Мне скажут, знаете, я когда-то пост написал в фейсбуке, мне начали комментировать о том, что нельзя прощать, надо садить. Дорогие друзья, опыт нулевой декларации, так называемого амнистии капитала, проходили абсолютно все страны. Соединенные Штаты Америки, так горячо любимые данные властью, Испания, Италия, большинство стран Европы. О чем это говорит? Вернее, почему я регистрировал этот закон? Многие из вас получали зарплаты в конвертах. Вот вы сейчас смотрите телевизор, скажите, кто не получал, кроме бюджетников? Все в бизнесе, особенно в 90-е, получали. Была эпоха дикого рынка, первичного накопления капитала. Если этими деньгами нельзя легально пользоваться в Украине, где ими пользуются наши бизнесмены? Они выводят их в офшоры, они работают ими в других странах, то есть создают добавочную стоимость и финансовый рынок в другом месте. Что мы предложили? Мы предложили, чтобы эти деньги вернулись назад. Это по разным оценкам до 100 миллиардов долларов. Сравните, 40 вклады населения, 60 деньги, которые заработали раньше, и уже ничего доказать невозможно. Ни одна спецслужба не докажет, что эти деньги украдены. Более того, у нас презумпция невиновности. Они должны доказать. А доказательств, естественно, уже нет. Так вот, 100 миллиардов можно вернуть назад. Что это по сравнению со всеми программами и траншами МВФ, и что это по сравнению с тем миллиардом, который так гордостно, радостно, да, пропортует президент. Мы должны использовать внутренние резервы, и это все лежит в законодательном поле. Просто должна быть стратегия, должна быть концепция развития, то, чего Гройсман не делает уже два года. Не отчитывается и не предлагает нового века. Вот о том, что предлагает Гройсман сейчас, далее поговорим. Украина намерена разорвать все экономические связи с Россией. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, речь идет о подписанной в 2011 году программе экономического сотрудничества. Гройсман уверяет, украинский Кабмин к такому шагу готов. Главная цель, по мнению премьера, переориентировать экономику Украины, чтобы стать менее зависимыми от политики Кремля. Поддержал инициативу Гройсмана и глава МИД Павел Клинкен. Говорит, сотрудничество со стороной-агрессором нужно свести к минимуму. Слушаем. Говорит про эффективную экономическую співпрацю, по-перше, с країною-агрессором, по-друге, с країною, яка порушила все свои обязанства за угодой про вільную торговлю, яка блокирует наши товары, яка блокирует даже транзит. Мы не можем. Экономичная співпраця с країною-агрессором, звичайно, має бути минимизованным. По-друге, просто и бути не можна. Напомню, действующая программа сотрудничества рассчитана до 2020 года. Ее главной целью было восстановить экономические потери из-за конфликтов между странами в 2006-2009 годах. Добавлю также, что согласно данным Госстата, за прошлый год товарооборот между Украиной и Россией составил около 10 миллиардов долларов, и Россия наш главный партнер по товарообороту на первом месте, Российская Федерация. Прежде чем вас услышим на этот счет, Евгений, я хочу, чтобы мы посмотрели на наше голосование, на промежуточные итоги опроса. Мы сегодня у телезрителей, у вас, дорогие друзья, интересуемся следующим. Чи варто Украине розрывати экономичні договори з Русією? Два варианта відповіді. Перший, так, і це цитата прем'єра, Російська Федерація має платити високу ціну за агресію проти України. Другий вариант, ні, ми більше від цього постраждаємо. Почти 30 тисяч голосів, практично 29 тисяч, і большинство склоняється ко второму варианту, Евгений. Що ви думаєте об цьому предложенні? Я догадываюсь, какой буде ваш ответ, поэтому хочу спросить, почему вот именно сейчас, на ваш взгляд, вот такая инициатива последовала? Я думаю, что вы против такого предложения, исходя из ваших предыдущих слов о ринках сбыта и об экономике, о модели украинской экономики. Смотрите, я хочу вам сделать замечание. Во-первых, к эфиру надо готовиться тщательнее. В 17-м году товарооборот с Россией, между Россией и Украиной, был 13 миллиардов. 8 миллиардов – это импорт из Российской Федерации в Украину. И 5 миллиардов – это экспорт из Украины в Россию. Второе. Помним классиков, да, даже кухарка может управлять страной. Вот это та самая ситуация. Евгений, данные… Я принимаю ваше замечание, извините. Это данные госслужбы статистики, это официальные цифры украинские, которые мы получаем, ими, собственно говоря, располагаем их, доносим массой. Смотрите, вот… А реальность может быть другой разница. Есть проблема. Для того, чтобы понимать правду, нужно опираться не только на внутреннюю информацию. Самоанализировать еще источники. Европейские, Российская Федерация, американские. Тогда у вас будет складываться полная картина. Теперь касательно того Гройсмана, да, ну, высшее образование надо иметь, чтобы понимать, от чего зависит статья. И второе. Надо жить интересами своей страны, а не интересами геополитических игроков. Я неоднократно говорил о стратегии Бжезинского. Такой был поляк, советник многих американских президентов, искренне недовидящий Россию, который сформулировал концепцию о создании Балта-Черноморской дуги конфронтации. То есть все бывшие страны Варшавского договора, ну, бывшего соцлагеря. И самое главное, республики Советского Союза должны были превратиться в территорию НАТО и в линию конфронтации в подбрюшье России дословно. В чем заинтересованы Соединенные Штаты и Великобритания? Мы сейчас видим и отношение к спорту, да, мы видим скандал, который раздувают со Скрипалем. Ну, смешной совершенно, да, Литвиненко-2. Они геополитически борются с нашим соседом, который никуда переехать не сможет. У них голубая мечта, чтобы все страны, которые окружают Россию, были враждебно настроены. И самое главное, разорвать кооперационные связи, особенно в военно-промышленном комплексе, чтобы не было альтернативы диктату Соединенных Штатов на весь мир. Вы же не сомневаетесь, да, что у них такие амбиции, и это американская мечта, и основная идеология, они лучше. И тут, не дай бог, кто-то начинает с ними спорить, Китай или Россия, сразу мы увидим, что происходит. Что это означает для нас? Мы живем 4 года, при том, что нас, Петры, мы в эссвит. Рынки нам открыли? Нет, конечно. Потому что у европейцев их интересы стоят превыше всего. Та ассоциация, договор, экономическую часть об ассоциации, у которой гордо Порошенко подписывал какой-то замечательной ручкой, привела к тому, что мы потеряли часть экспортного потенциала. В 2014, 2015, 2016 году. Сейчас мы догнали уровень 2013 года, вдумайтесь в это. Потеряв российские рынки, мы потеряли половину ВВП. От этого бюджет Украины в долларовом эквиваленте уменьшился почти в два раза. И теперь, делая вам платную медицину, сокращая количество учебных учреждений, они маскируют последствия отказа от привычных рынков. От привычных. Мы теряем. И они начинают на нас экономить за наш счет. И решать свои проблемы. Неумение управлять, прогнозировать, не неся никакой политической ответственности за то, что они творят. Смотрите, как только мы заблокировали отношения с Донбассом и с Крымом, мы потеряли 2 миллиарда долларов. Можем ли мы отказаться от кооперации с Россией? Нет. Это бред. И Гройсман не может этого не понимать, потому что, в отличие от него, вокруг него есть грамотные люди. Я вам объясню, почему это невозможно. Структура импорта к нам в первую очередь это нефть, во вторую очередь это химия, в третью очередь это топливо для ядерных атомных электростанций у нас в стране. 60% ТВЭЛов, несмотря на попытку перейти на топливо американской компании Вестингхаус, мы покупаем у Российской Федерации. И перейти быстро на альтернативные источники, которые дороже, которые требуют захоронения у нас ядерных отходов. Россия забирала, а тут надо строить могильник. Не произойдет, поэтому разорвать сейчас эти отношения невозможно. Атомная энергетика в энергобалансе нашей страны занимает 51%. Если мы сейчас откажемся от 60% топлива, у нас не хватит электроэнергии, даже веерные отключения, понятно. Потери ВВП, потому что заводы не будут работать. В первую очередь, вот когда была угроза из-за угля отключения электроэнергии, все администрации областные дали команду РЭСам отключать именно промышленные предприятия в дневное время. Чтобы население сильно не бунтовало, потому что и так протестные настроения большие. Второе. Какие будут последствия? Я буду просто медленно говорить. Мы экспортируем в Российскую Федерацию металл, металлопродукты, тоже продукты химические, пластмассу, и станки, и приборы. То есть товары с высокой добавочной стоимостью. То есть, условно, на сырье мы зарабатываем рубль, на товарах высокой добавочной стоимости при том же обороте 5. Ну, чтобы вы понимали. У нас же не вопрос оборота, а вопрос еще рентабельности. Сколько мы заработали при продаже? Сколько мы потом можем потратить на содержание нашего государства, школ, больниц, повысить зарплаты? Так вот, если мы откажемся, мы потеряем самый большой заработок. Но еще раз говорю, отказаться от импорта не можем. Представьте на секундочку, что мы откажемся там покупать нефть и продукты переработки нефти. Ну, бензин, дизельное топливо. Где мы будем покупать? Да так же, как и газ. Мы и сейчас покупаем российский газ только через европейских трейдеров с большой наценкой, переплачивая за каждую тысячу кубических метров газа 60 долларов. Это все ложится в первую очередь на тарифы, и за это платите вы. Вот они так гордо решили, а заплатите вы. Что произойдет, если мы откажемся от торговли? Ну, во-первых, мы потеряем еще некоторые отрасли нашей промышленности. Это раз. И ближе станем к аграрной стране. Но какие последствия для агрария? Представьте, удобрения нельзя, топлива нельзя. Начинаем покупать так же в Европе. Возможно, тоже российская или белорусская. Но разница в цене где-то 60%. То есть берете на 1,6, сейчас умножаете стоимость топлива на автозаправочных станциях. И понимаете, что это будет следующая цена бензина. Ну, где-то 50 гривен за литр. То же самое будет с удобрениями. И теперь скажите, это все является основными затратами в сельском хозяйстве. Наши товары, как вы думаете, себестоимость производства пшеницы, масленичных культур вырастет в цене, конечно же, и пропорционально. После этого мы потеряем еще и рынки для сельхозпродукции. Поскольку будет просто либо аграрии начнут зарабатывать меньше, может быть, это хитрый план для того, чтобы наши фермеры быстрее согласились с продажей земли, потому что на ней будет работать нерентабельно. Может быть, они специально это делают. Но если не откажутся, в любом случае, либо мы потеряем рынки, наша товаропродукция, ну, сельхозпродукция будет неконкурентоспособной, либо заниматься этим бизнесом будет нерентабельно. Какую позицию мы часто слышим от политиков в этом отношении, что европейцы вводят санкции и страдают от антироссийских санкций, американцы вводят санкции, а мы никак. И почему к нам будут возникать вопросы? И, как сказал премьер-министр, Российская Федерация должна заплатить серьезную цену за агрессию против Украины. Вот эта позиция. Война остается войной. К сожалению, от санкционных войн больше всего пострадала Украина. Мы потеряли 50% ВВП. Российская Федерация 2% ВВП. Европейские предприятия потеряли, но Европейский Союз потерял десятки миллиардов. И, безусловно, европейский бизнес давит на европейских политиков для того, чтобы они отменяли санкции. И об этом говорили многие министры экономик многих европейских стран. Но как только начинается эта волна, да, происходят какие-то непонятные происшествия с газами «Новичок» и другими спецоперациями. Даже не смешно, весьма примитивно. Они повторяются. Ну и никто никогда не говорил, что они умны. Больше всего это повредит нам. Резервам нам никаких не предлагает правительство. Они не говорят, чем мы заместим утраченное. Более того, еще раз говорю, это невозможно. А почему говорят европейскими рынками? Переориентируемся. Дорогие друзья, они за 4 года переориентироваться не смогли. Когда они подписали договор об ассоциации, экономическую часть, они подписали квоты, то есть это то количество, которое мы можем поставлять по видам продукции. Больше него уже идет поставка с пошлиной и становится нерентабельным. А также у них есть такое понятие, как стандарты. Большинство продукции, которая производится в Украине, естественно, не соответствует евростандартам. Мы открыли свои рынки полностью, сняв пошлины, а они обложились вот дополнительными заградительными барьерами. Поэтому ничего нового найти невозможно. Происходит то, что Украина медленно превращается в такой остров невезения. Даже шелковый путь идет в обход Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газовую трубу, да, мы подробно, газотранспортную систему, мы подробно разбирали этот вопрос. Они говорят, разорвут договор с Газпромом. Не могут. До конца 2019 года не могут. А если разорвут и транзитный потенциал, мы потеряем еще 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов, и значит, за это заплатит опять каждый гражданин Украины. Я, знаете, больше всего возмущаюсь, когда глупость или целенаправленная политика в интересах геополитических игроков, в данном случае англосаксов, превышает просто заботу и ответственность перед собственным народом. Вот на самом деле мы сейчас расходный материал. И они делают абсолютно нелогичные с экономической точки зрения, знаете, как на зло маме отморожу уши. Они загоняют нас в долги, то есть компенсировать они эту разницу будут за счет очередных кредитов, которые отдавать будем мы с вами, когда они будут бегать в красных трусах по Вашингтону. Вопросы от телезрителей. Максим, Луганская область. Когда закончится война на Донбассе, за какие деньги будут восстанавливать территории и кто? Кстати, я забыл сказать, мы сейчас к этому вопросу вернемся. А вы знаете, что мы еще уголь импортируем из Российской Федерации? Уголь. Первые четыре крупнейшие компании, кроме Соединенных Штатов и ЮАР, российские. Российские. То есть, смотрите, в России покупать можно, а на своей территории Донбасса нельзя. Вот такая вот правда жизни. Вдумайтесь в этот абсурд. И по поводу лицемерия. Еще недавно Липецкая фабрика платила налоги в казну Российской Федерации. Каждый пятый рубль из заплаченных налогов идет в бюджет Министерства обороны Российской Федерации. Вот могут эти люди говорить обычному бизнесу, не торгуйте, откажитесь, закройте производство и распустите людей. Не только бизнес. Речь о том, что и государство, вот то, о чем вы говорите, по сути, по логике, не сможет покупать. В том числе и... Я вам говорю о корпорации «Рошен». Если решение будет принято. О корпорации «Рошен» и многих других предприятиях, которые принадлежат нашим народным депутатам из провластной коалиции, которые прекрасно работают в Крыму и на территории Российской Федерации. Восстановление инфраструктуры... Но, смотрите, им можно, вам нельзя. Потому что они должны отчитаться, что вот экономический потенциал подорван. В первую очередь, еще раз повторяю, потеряем мы. И это надо понимать, и это надо не допустить. Я больше чем уверен, что они понимают, что это невозможно. Но сейчас они соревнуются. Да, Гройсман, мы же понимаем, что он теперь с Народным фронтом, что он идет вразрез с мнением президента. Вот они теперь с президентом соревнуются, кто из них более радикальный, чтобы заигрывать с активистами, с радикальной частью электората, в основном проживающих на Западной Украине. Потому что, я думаю, на Юго-Востоке их не поддержит никто. Потому что большинство промышленности, ну так сложилось исторически в нашей стране, располагается именно на Юго-Востоке нашей страны. И все эти заводы, на них сейчас смотреть просто страшно. Это памятники, которые до недавнего времени делали ракеты, турбины, самолеты, двигатели, насосные, топливные системы, приборы, станки. И все это продавалось. И все это давало миллионы рабочих мест. Сейчас эти люди где? За границей. А где за границей? В том числе и в Российской Федерации, и в Европе. И они работают на благо тех стран, а не наших, не нашей. Понимаете? Вот это самая опасная вещь. И они же уезжают не сами. Они уезжают со своими семьями. Они увозят детей. Они не родят их здесь, они родят их там. Кто у нас будет рожать? Пенсионеры? Вдумайтесь. Это на самом деле самая большая проблема. Мы после них восстановим заводы. Да, некоторые рынки уже заняты. Но скажите, как мы будем возвращать назад население в неправовое, уничтоженное государство, где правит целесообразность, а не закон? Где принимаются тупые законы, языковые, квотные и все остальные? Сложная предстоит работа. Будем все вместе работать, нужна консолидация общества. Надо понимать, что речевки, вот эти придуманные наносные символы, которые сейчас как национальная идея засаживают в головы нашей молодежи, ложную историю, ложную информацию, они не помогут. Они наоборот сделают невозможным возвращение сюда наших же с вами граждан, которые могут работать потом на этих предприятиях. Давайте тоже в речевке и в монологе тоже, чтобы мы не превращали вопрос. Это не речевки, это логика. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. Даже если восстановим заводы, на них должны работать специалисты. Профтех образования нет, образования сейчас сокращают до минимума. Львиная доля... Этих специалистов надо растить или возвращать. Львиная доля промышленности была на Донбассе. На оккупированных сейчас временных территориях. Максим спрашивал о том, после завершения военных действий и войны на Донбассе, за чьи деньги и как будет Донбасс восстанавливаться? Дорогие друзья, Донбасс это территория Украины. Я вас уверяю, что мы останемся один на один с нашей проблемой. Предъявить это в каких-то судах мифических, кому-то, будет невозможно. Поэтому каждая гривна, которая зарабатывает наша экономика, должна быть на счету. Разбрасываться рынками нельзя. Надо понимать, что страну и территорию придется восстанавливать. Поэтому аккумулировать надо любые ресурсы. Бороться за возврат в экономику любой гривны. В том числе и внутреннего инвестора. Телефонные звонки далее принимаем. 0800-2050-20 наш номер телефона. А по этим двум номерам можете отправлять вопрос на принтер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Нина Алексеевна из города Чернигово. Во-первых, я очень благодарна вашему каналу за то, что вы есть. И имея такой канал, можно надеяться, что Украина сохранится и нация ее выживет физически и духовно. Большое спасибо вам за приятность. Уважаемый господин Мураев, у меня к вам вот такой вопрос. Неужели большинство депутатов у нас в Верховной Раде принимают законы и поддерживают то, что дает Порубей, выносит в зал, поддерживают, не зная их содержание? Как можно было принять закон о том, что хоронить покойников надо только после решения суда? Откуда судья знает, нужно этого человека похоронять или нет? Или это очередная вещь для очередной коррупции, чтобы судьям платили еще стиху? Сколько может лежать покойник без захоронения? И когда изменится, когда перестанут принимать такие законы? Нина Алексеевна, большое спасибо. Я вопрос понял. Вы знаете, это наша с вами солидарная ответственность. Вот эти люди в парламент попали не сами. За них голосовали в первую очередь граждане Украины. И за политические партии, и за мажоритарщиков. Вы знаете, когда я смотрю на качественный состав этого созыва, ну, мне мучительно больно, да? Если это высший государственный орган страны, в котором люди без высшего образования, я иногда даже думаю, что они читать не умеют, судя по тому, что они говорят, делают. Ну, вы же сами все видите. У них совершенно другие цели. Верховная Рада — это высший законодательный орган страны. Он должен писать законы. То есть люди должны быть, как минимум, с профильным образованием. Читают, не читают. Потому что есть партийная дисциплина. Он часто радикальная партия гордится, что они монолитно голосуют. БПП, Батьковщина и все остальные. Как сказал глава фракции, так и голосуют. Можно ее сократить, на самом деле, до количества глав фракции и раздать. У тебя 30% голосов, у тебя 40%. Нет самостоятельной работы. Да, мажоритарщики еще как-то самостоятельно принимают решение. Зарегистрированы поправки по отмене поправки Лазового. Я надеюсь, что они будут рассмотрены на следующей пленарной неделе, которая начнется во вторник. Много, много всяких глупостей было принято. И много законов, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Нам, по сути, это власти и эти народные депутаты. Проекта будущего предложить не могут. Поэтому предлагают переименование. Бред, в который, ну, просто тяжело поверить, я имею в виду, с точки зрения этого закона. И многие-многие другие вещи происходят абсолютно глупо. Либо в угоду, ну, однозначно, не украинцев там. Внешнего фактора. Либо в угоду бизнесменам. В том числе так действуют и все государственные регуляторы по тарифам. Вспомните только Роттердам плюс и все остальное. О будущем одного конкретного, отдельно взятого народного депутата далее будем говорить. О Надежде Савченко речь пойдет. От героя до изгоя. Надежду Савченко уже на следующей неделе могут лишить депутатской неприкосновенности. Представление на привлечении к ответственности уголовной, задержание и арест народного депутата уже поступило в Раду. Теперь у парламентария есть несколько дней, чтобы объяснить свою позицию. После чего регламентный комитет примет решение и вопрос вынесут на голосование в сессионный зал. Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, у следствия есть все доказательства, что Савченко планировала теракт в стенах парламента. Слушаем. Надія Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично распорядовала указки про то, как провести террористический акт тут, в этом зале, знищивши боевыми гранатами дві ложи урядовую и посадовую, минометами, обрушивши купол Верховной Ради и автоматами, добивающими тех, кто живет. Сама Надежда Савченко заявила, что такие обвинения ей только льстят. Свою позицию она озвучила вчера в нашем эфире. Давайте вспомним слова Надежды. Мне очень, наверное, должно блестить, что я одна могу завербовать ФСБшников, будучи в тюрьме ФСБшников, где походу они меня должны завербовать. Завербовать тех, кто держит меня в полонии, когда они держат меня в полонии, значит они должны меня завербовать. Завербовать СБУшников, Збройные силы, ну я не знаю еще там кого. Но до целого державного переворота. Вы знаете, звинувачивание в державном перевороте и в замаху на владу, это хорошее звинувачивание. Хорошее? Чому? Ну потому что это мрия, в принципе, каждого украинца. Евгений, ну вы улыбаетесь, когда услышали генпрокурора и точный план, который озвучил Юрий Витальевич Луценко, который готовила вроде бы Надежды Савченко. Заявил генпрокурор, что есть неопровержимые доказательства его словам. А сколько вы заявлений у Луценко за последние два года слышали? О непровержимых доказательствах, о миллиардах. Кто сел? Кто сел из-за его громких заявлений? Ефремов один сидит, потому что мужик. Потому что его пытаются ломать, чтобы он там подписал соглашение со следствием. Денисюк сидит, начальник Харьковской областной налоговой. Потому что офицер, потому что генерал, потому что принципиальный. А остальные, кто сел? Вы помните дело чести княжичей, дело чести Иловайск, Дебальцева? У него было много дел, а чести просто нет. Он, знаете, ну, во-первых, человек беспрофильного образования. Помните, под него специально принимали закон, впервые в истории прокурор генеральный, не юрист. Он сам там читал, ну, помните, они подозрения Сталину, Береву хотели вручать. Я, правда, не понимаю, как, может, у них машина времени есть. Но я, когда это слушаю, мне хочется их всех проверить на наркотики. Или на, знаете, психические заболевания. Ну, у многих это на лице написано. Но когда я это вижу, я просто, ну, я не знаю, скажите, кто не смеялся? Кто в эту чушь верит? Скажите, кто на самом деле не разговаривает о том, что эту власть надо сносить? Знаете, я так сижу и думаю, вот она хотела взорвать Верховную Раду. Ну и что, она хотела сделать подарок президенту, чтобы он сразу ввел чрезвычайное положение, одел шапку Мономаха, взял скипетр, державу, единогласно правил страной. Друзья, ну, все мы за столом говорим и все смеемся о великой люстрации, да, что будет, если эта люстра упадет в сессионном зале. Могла ли она с кем-то разговаривать? Могла. Но давайте посмотрим на другой аспект. Я вчера разговаривал с одним из руководителей такого, знаете, аналитического центра, который занимается странами СНГ, и он сейчас, ну, в Америке работает, в Европейском Союзе. Он мне говорит, что ты по этому поводу думаешь? Говорит, Европа махнет рукой, если ее закроют, никто не будет обращать на это внимание. Я ему говорю, смотри, какая вещь. У нас по закону Украины так называемая спецоперация, если вас провоцирует, да, там, сотрудник, там, СБУ или чего-то на какое-то преступление, по закону называется провокацией. Вот как провокация взятки с разумблатом. Я его ни в коем случае не оправдываю. И можно спорить, да, закон этот правильный или нет. Но, если вас провоцирует на взятку, сидит должен тот, кто вам ее предложил и провоцировал. Тем более, если он к правоохранительной системе относится. Тут один из сотрудников СБУ предложил ей возглавить бунт. Есть провокация. Раз. Юридической перспективы нет. Второе. В адрес народных депутатов никакие следственные действия до решения Верховной Рады проводить нельзя в отношении. То есть прослушивать, следить, снимать телефонные разговоры, видеофиксировать нельзя по закону. То есть даже если ее сейчас снимут, лишат депутатской неприкосновенности, получат разрешение на арест. Статья, по которой ее обвиняют, не предполагает никакой другой санкции, кроме как содержание под стражей. Заключат под стражу. Завтра сотни экспертов скажут, что у этого дела нет никакой юридической перспективы. По законам Украины суд не примет эти доказательства, которые были собраны до того, как Верховная Рада разрешила ее судить. Что это будет означать? Что ее политически изолировали. Надо чаще показывать кадры всех. Луценко, Тимошенко, Турчинова, Футболка, Фрик Савченко. Знаете, сейчас в Фейсбуке разгоняет, и все это очень замечательно выглядит. То они все за нее боролись, теперь все на нее кидаются. Одна из политических сил, если вы не забыли, зашла в Раду, имея ее первым номером. Вся страна носилась, пели песни, выстраивались в форме трезуба, поздравляли ее с днем рождения, переживали, что она там умрет от голода. А теперь все клюют. Вот это все лицо власти, двойные стандарты. Они лепят символы, а потом дружно по ним топчутся. Я не вижу здесь перспективы, думаю, что подобные разговоры действительно ведут абсолютно все люди на улицах, в домах, особенно если немножко выпьет, когда становится посмелее. Я думаю, что ее политический рейтинг вырастет, вот как бы сейчас власть не хотела. Потому что действительно, знаете, даже очень много всяких маленьких роликов Зеленского со слугой народа. Но это действительно мечта, наверное, даже не каждого второго украинца, а, наверное, большинства. Это тревожный звоночек для власти. И власть должна понимать, что ее дни сочтены. Я надеюсь, что Луценко хоть в этот раз, чтобы не быть клоуном, представит нормальные доказательства. Помните дело Саакашвили? Я вам пример приведу. Саакашвили, помните? Я быстро скажу. Они говорили, его финансируют русские беглые олигархи коррупционными деньгами. В угоду Российской Федерации. И он готовил госпереворот. Друзья, а что он не сидит? Зачем же они быстренько у него забрали гражданство и выпихнули за границу? Чтобы дальше не показывать, что это было все сфабриковано? Я, не дай бог, не посчитайте меня фанатом Саакашвили. Я считаю, что это зло для нашего государства. Да, телеканал ему давал площадку, но потому что вы имеете право видеть, что происходит в Украине. Но вы сами принимаете решение, кто прав, кто не прав. Так вот, с Саакашвили была ситуация, такая же будет и Савченко. И со всеми резонансными преступлениями, с которыми там Уценко. Насчет того, почему эти обвинения озвучены сейчас в адрес Надежды. Женя Чурсин в Facebook у вас спрашивает. Спросите Мураева, разделяет ли он мнение, что громкие рассказы, скандалы о переворотах, это попытка прикрыть отход Гонтаревой, чтобы она смогла избежать ответственности. Насчет версии об отвлечении внимания общества от ряда вопросов и кадровых назначений в том числе. Власть научилась перебивать все свои провалы более мощными информационными поводами. Вот как только коррупционный скандал, у них закон о декоммунизации. Коррупционный скандал, у них, слава богу, сейчас Минский процесс. У нас Иловайск или Дебальцево. Вспомнили, да, панамские бумаги Порошенко? В момент чего произошло? Погибло сколько людей, чтобы мы все туда отвлекались. И таких событий масса. Я не думаю, что Гонтарева там могла быть посажена этой властью. Во-первых, она действовала под диктовку в интересах штатов. Она, ее кандидатура, согласовывалась с МВФ. Вы сейчас сказали, что с Малия согласовали. Она поддельница Порошенко и действующей власти, и всех олигархов, которые воровали у нас деньги, управляя госсобственностью. Ничего ей не грозило. Но сегодня на Печерске удивительное количество автоматчиков, вооруженных людей, нацполиции, нацгвардии. Мне кажется, что таким образом просто запугивают население. Мне кажется, что таким образом легитимизируют людей с оружием на улицах. Я очень сильно сомневаюсь о серьезности всех доказательств Луценко, как и во всех предыдущих делах. Но это позволяет к Наде привязать кого угодно. Да, и тот же Тимошенко, и, наверное, того же Нищенко, который объявил, что опубликует свои пленки, написал книгу. И, возможно, телеканал Ньюс Ван, потому что мы ей бесплатно предоставляли площадку. Возможно, 112-й ЗИК. То есть дальше фантазия у всех должна работать как угодно. У нас можно, ну, зная нашу власть, ожидать чего угодно. Вот насчет Тимошенко Леонид из Черниговской области спрашивает, почему Тимошенко сейчас не защищает Савченко. Угу. Юлия Владимировна очень опытный политик. Она теперь будет стараться, наверное, забыть, что когда-то имела отношение к Савченко и лила крокодилий слезы за освобождение героини Незламной. Пересмотрите все их выступления. А теперь посмотрите, как они трусливо будут прятаться под депутатские кресла только когда она будет заходить. Не дай бог, чтобы не упала тень на их политический светлый образ от Надежды. Ребята, бред. Вот посмотрите на все это двуличие. Друзья мои, ну, анализируйте, серьезнее к этому подходите. Вот так же они поступают с любым информповодом, с любым событием, перекручивая, перевирая, абсолютно даже не обращая внимания на то, что они говорили вчера. А будем идти дальше, послушаем телезрителей. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, Киев, Геннадий, военный пенсионер. У меня вопрос. Первый по военным пенсионерам, когда наконец-то нам поднимут пенсии? Геннадий, я тут тут же отвечу. На этой неделе и Павел Розенко, и Андрей Рева были здесь в студии. Говорили о том, что до конца апреля и начала мая должен, собственно говоря, уже случиться перерасчет. И пересчитанные пенсии вы должны получить. Вряд ли Евгений Мураев знает ответ на этот вопрос. Я вам отвечу, можно? Ну или добавьте, да. Мы понимаем, что источник выплаты пенсии – это пенсионный фонд. Пенсионный фонд наполняется за счет отчислений от заработной платы. Если у нас сокращаются рабочие места, то объем заработной платы, которая выплачивается в стране, и 10 миллионов граждан за границей, и продолжает уезжать, сокращается. То есть восполнять дефицит они могут только за счет доходов, источников других. Да, там, других налогов, которые собирают, перераспределяя на расходы. Все, что они сейчас дают, это не реформа. Это перераспределение и подачки. Вопрос, когда они это будут делать. Если выборы будут осенью, обязательно это произойдет летом. Если выборы будут в следующем году, то, наверное, в начале следующего года. На комитете у Денисовой я докладывал три законопроекта взаимосвязанных. О пенсионной реформе, ту, которую я подал. Там есть двухуровневая система, накопительная система, новые финансовые инструменты пенсионных облигаций. Я получил замечательный ответ от автора законопроекта. У нас произошла большая перепалка. Я понимал, что мой законопроект не примут. Но когда я начал их по существу спрашивать, расскажите, чем ваш закон лучше, они сказали, за нас подписалось 56 депутатов. Я говорю, от БПП и Народного фронта они говорят да. Я говорю, так скажите, я предлагаю второй уровень. Вот такие механизмы, что вы предлагаете? Автор законопроекта не смогла ответить ни на один вопрос по телу законопроекта. Это означает, что она не имела никакого отношения к его написанию. Когда я спросил, чем плох мой законопроект, мне сказали, ну вы понимаете, но он же будет альтернативный. Мы можем его завалить, а можем на доработку отправить. Я говорю, а есть хоть какие-то претензии? Они говорят, да вот, и что-то достали. Я почитаю, но я вас уверяю, они не заинтересованы, и этот закон еще раз продиктован МВФ. Дальше Гройсман идет в разрез с МВФ, и может не получит транш, но он будет подкупать вот этим повышением, чтобы получить преференции на выборы. Геннадий, есть у вас еще вопросы? Чем ближе они будут, тем быстрее вы получите. Я вас уверяю, это механизм админресурса. Но это опять-таки не имеет никакой экономической подоплеки. Геннадий уже с нами не на линии, но, видимо, исчерпывающий ответ на саму вопрос. Геннадий, чем ближе выборы, тем быстрее получите. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь и говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста, слушаем вас. Пожалуйста. Это из Харькова Александр вам звонит. Вопрос к уважаемому Мраеву. Скажите, пожалуйста, мы уже все знаем про эту власть. Что она была такая, какая есть, не будем в деталях. Значит, самое ключевое это выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, мы в неравных условиях, мы должны трезво оценивать ситуацию. И мы должны знать, как нам быть, чтобы выборы эти были честными и прозрачными. Как проследить, как проконтролировать и не дать этой власти, чтобы они опять пришли. Спасибо за вопрос. Уважаемый земляк, разговоры про админресурс и разговоры про фальсификацию сильно преувеличены. Я в политике с 2006 года занимался не одной избирательной кампанией. Фальсифицировать что-то на участках очень сложно, если политические оппоненты, ну, в частности, мы, как оппозиция, сейчас, да, обеспечиваем свое представительство на участке в виде наблюдателей. Потому что есть мокрые протоколы, мы ведем параллельный подсчет голосов. Поэтому это очень сложно. Да, они будут заставлять бюджетников. Все тюрьмы 100% проголосуют за Порошенко и за Блок Петра, ой, за Солидарность. Это понятно, но мы можем ответить явкой. Единственное, что мы можем сделать, явка. И я вам скажу, что эти выборы судьбоносные. Если мы не разбавим эту свору в парламенте, которая сейчас, если мы не обеспечим представительство Юго-Востока в равных условиях, да, мы без Крыма, без Донбасса, они не примут ни один, ни мой, ни Павлоковский законопроект о системе голосования для миллиона 900 временно перемещенных лиц. Мы будем добиваться. Но я уверен, что они не примут, они знают, как проголосуют 2 миллиона этих человек. Но вы можете помочь одним. Придите, соседи, всех. Мы всегда, Юго-Восток, приходили на уровне 45%. Западная Украина на уровне 70%. Давайте такой же явкой ответим. Давайте все-таки заведем нормальных людей, которые понимают, что такое промышленность. Не речевки петь, с трибуны там чего-то говорить, да, а те, кто понимают, как работает экономика, какие отрасли страдают. И давайте разбавим, чтобы не было ветровичей, чтобы не проходили тупые законы, чтобы были люди, которые представляют интересы всей страны. Ведь сейчас, почему перекос прошел? Потому что у нас разная Украина. Она действительно разная. Исторически, культурно, ментально. Но раньше был баланс. Было 50 на 50 разных мнений. И находили компромисс. А сейчас это идет жесткий диктат, который для вас неприемлем. Выходите и голосуйте. Ничего они не смогут. Мы обеспечим в комиссиях представительства. Не дадим украсть там победу. Но вы придите. Три минуты у нас до конца, Евгений. Блиц, вопросы телезрителей. Постарайтесь кратко, потому что их много. Андрей, Киевская область. Может ли Гройсман стать президентом? Не верю. Но если у нас в стране не осталось умных людей, он будет президентом. Андрей тоже, но из Тернополя. Каким образом можно наладить отношения Украины с Польшей и Венгрией? Перестать заниматься ерундой, идти на поводу Ветровича, выстраивать прагматичные экономические отношения. Татьяна, Одесса, с чем связано резкое укрепление гривны в последние дни? Не могу сказать. Думаю, с выборами Смолея. Харьков, Елена, как вы относитесь к идее Луценко узаконить метод провокации на взятку? Сложный вопрос, неоднозначный. Если бы мы жили в правовом государстве и в суде можно было отказать правду, я считаю, что правоохранителям надо давать такие возможности. Но поскольку суды у нас либо коммерческие организации, либо полностью действуют в конве президента, я против такого решения в данный момент. А вообще, надо давать инструменты для правоохранителя. Иван Запорожье. Чем угрожает Савченко президенту? Я еще пока до конца не понимаю их игры, но знаете, в их действиях логики нет. Это однозначно интрига, которая ничем не закончится. Но как она будет использована, мы увидим в результате этого сериала. Первую серию мы уже посмотрели, на следующей неделе будет вторая. Возможно, их будет шесть. А может и больше, как порой бывает. Михаил Одесса. Есть один Михаил, известный, время от времени был в Одессе. Как можно сохранить право разговаривать на русском языке? Еще раз говорю. Обеспечить равные представительства, в том числе и русскодумающих, даже не говорящих, а русскодумающих людей в парламенте. Полина, Винница. Какие первые три шага вы сделаете на посту президента? Я категорически против этого поста как такового. Я считаю, что все наши беды из-за дуализма власти в стране. Я бы его ликвидировал. Но если бы так сложилось, и все политические силы объединились, и я был единственным кандидатом, я в первую очередь восстановил бы систему права. И запретил бы уличную демократию, которая сейчас расшатывает оставшиеся институты власти, продавливая нужные решения в судах, забирая людей из КПЗ, громя, разрушая магазины, финансовые учреждения, все остальное. В первую очередь я бы загнал это под плинтус. Второе, закончил войну. Третье, восстановил все кооперационные связи. И в первую очередь занимался бы, ну вернее, после всего этого очередного, занимался экономикой. Потому что только сильное государство может быть независимым, может иметь сильную армию, может обеспечить социальные нормальные стандарты, и быть равным, равным со всеми соседями в любом диалоге. Светлана, Киев, россиян в Украине не допустят до выборов 18 марта. Это может привести к провокациям и противостояниям? Я не гадалка. Думаю, что, конечно же, не будут воспринимать голоса, которые дадут в консульствах на территории России. Но я посоветую только нашим гражданам вернуться и проголосовать у себя на участках в равном. Надо понимать, у вас на глазах уплывает страна. Она просто разрушается. Если так продолжится, когда мы вообще экономически упадем, нас разорвут на лоскутное одеяло, и через пять лет все на это будут согласны. Вот этого надо не допустить. За пять лет можно стать очень сильным. Еще один вопрос. Нина Сумы. Почему я, человек с высшим инженерным образованием, не могу найти работу в своей стране? Предлагают только продавщицы или уборщицы. Потому что вы не в тренде. Вот если бы вы были директором базара, вы могли бы быть премьером. Если бы вы были без образования, могли бы быть народным депутатом. Это сейчас не модно просто. Точно так же, как не модно заниматься спортом. Я хочу сказать детям, которые ходят в балаклавах и камуфляже, идите заниматься боксом или борьбой. Вот это правильно. Это модно. Это сила. А все остальное очень быстро проходит и быстро разбегается, когда этой силе другую противопоставляют. Я благодарю Евгения Мураева, народного депутата Украины, и лидера одного из лидеров, главу полицовета партии «За життя» за насыщенный разговор. Евгений, спасибо. Большое спасибо нашим телезрителям. Хорошего вечера. Да, нашим телезрителям. Большой вечер на Низуан, разумеется, продолжится. Я вот много слов поддержки получил. Я еще раз извиняюсь за горло, за голос на выходных. Буду лечиться и стараться до понедельника. Это просто поклонник Высоцкого, так и скажите. Поклонник Высоцкого, это тоже не скрываю. Большой вечер на Низуан продолжается. Евгению Мураеву спасибо. Спасибо, что вы с нами. Мы движемся дальше. Поклонник Высоцкого, это тоже не скрываю.